На сайте госуслуги.ру представлены услуги федеральных органов власти, такие как Федеральная налоговая служба, паспортный стол, Росреестр, кадастр. Здесь же на сайте можно получить полную информацию об услугах государственных органов, записаться на прием. С недавнего времени стало возможно получить и электронную подпись. Вы можете сами заполнить и отнести это в налоговую инспекцию, бумажки, то есть документы в бумажном виде. А можете через личный кабинет налоговой инспекции, также заполнить эту декларацию, подписать ее этой электронной подписью и отправить. Ходить никуда не надо. Чтобы получить электронную подпись, нужно пройти регистрацию на сайте, ввести свои персональные данные, а после подтвердить свою личность, придя в любой центр «Мои документы». В течение короткого промежутка времени, по регламенту это 30 минут, заявителю приходит смс. И вот вы имеете доступ к порталу. Существует услуга и платной подписи для физических лиц, которая помогает заменить подпись на документе при подаче в электронном виде. С помощью этой подписи можно зарегистрировать юридическое лицо, индивидуальное предпринимательство, не выходя из дома. Есть небольшой список, перечень, где это можно использовать. Допустим, при подаче 3 НДФЛ – это декларация по налогу на доходы физических лиц. Что это значит? Приобрели квартиру, вы имеете право на вычет. Налоговый вычет, то есть налоговая инспекция может вам вернуть не больше 260 тысяч, 13% с 2 миллиона. Есть и региональный сайт – pgu.mos.ru. Здесь можно записать ребенка в детский сад, в школу, записаться к врачу, оформить документы и многое другое. Много мамочек приходят оформлять детские пособия, материнские капиталы, региональные и федеральные пособия по уходу за ребенком. Также загранпаспорта. Очень много сейчас идет справок об отсутствии судимости. А еще с 1 марта в МФЦ можно приобрести единую карту «Стрелка». Оплатив здесь же первоначальный взнос, можно сразу начать пользоваться картой. Татьяна Бролова, Диана Гаврилова, Евгений Петров, Анастасия Нархонова. Видное ТВ.